...на которой ходишь на экипажи гражданства. Но я заостряю внимание на том, что эти корабли входят в состав военно-морского входа России. И неважно, какие там экипажи, они обеспечивают боевую работу входа. В данный момент эти корабли, по их размещению можно видеть, находятся здесь для того, чтобы предотвратить возможный выход кораблей военно-морских сил Украины из пункта базирования «Севастополь». Этот корабль блокирует неподвижный выход наш и корвета «Кернополь». Корабли, которые находятся на выходе из севастопольской пункты, блокируют любой возможный выход военного корабля из севастопольской пункты. И хочу заострить внимание, мы наблюдаем за этими кораблями не далее, как час назад. На этих кораблях высунулось порядка 5-6 военнослужащих за знаками отличия морской пехоты Черноморского флота с автоматическим оружием. Вчера у нас на борту присутствовал команду «Щи Черноморских флота» в Российской Федерации. И предложил всем составам корабля, всем военнослужащим, которые находятся на нем, то и соседейся от корабля, перейти к мадью инстинкцию России и вступить в Черноморский флот Российской Федерации, либо рассмотреть вопрос о переходе в состав вооруженных сил Крыма, так называемых. Мы, естественно, верны воинской присяге тому государству, которую давали, которому мы служим. И ни на какие предложения вынуждены были ответить Абхазу. Несмотря на то, что, ну, все неизвестно, что материальная составляющая жизнедеятельности Черноморского флота на два-три порядка выше, чем ВМС Украины, силы экономических условий. Зарплата превышает три раза, нам были поставлены и эти условия. Но мы служим не за день. И мы вынуждены были отказаться. Вы, как обороны, вы можете приготовиться, чтобы, по-моему, тоже дать, что это ответное, что это ответное. Ввечен этот вопрос. Я сегодня на него уже отвечал. В настоящий момент, по нормам международного права, Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии войны. Мы наблюдаем интервенцию российских войск на территории Украины. Поэтому вчера командованием бригады, командованием корабля и личных составов было принято решение отказаться от применения стрелкового оружия на поражение в случае нападения на наш корабль. Вы сейчас видите на этом корабле вот эти вот матрасы. Здесь на палубе лежат, скажем так, подручные способы обороны и вот такого вида пожарные шланги. В случае захвата корабля мы будем стараться максимально не допускать открытия огня на поражение людей с таких же с той стороны и, как говорится, защищать себя теми способами, подручными, которые можно. Естественно, сейчас все оружие, которое такое штатное оружие корабля находится в корабельном арсенале. Естественно, в случае изменения обстановки и явного вооруженного нападения на корабль с применением противопорствующей стороны по нам огня на поражение мы примем решение, скорее всего, о получении оружия и его применении в ответственности. Но пока сейчас, как вы видите, личный состав не вооружен и мы готовы, скажем так, к мирному противостоянию, насколько это возможно. Я капитан 2-го ранга Александр Кончаров в записи командира бригады, который в бою состава дико-рапорта. Спасибо огромное вам! Спасибо!